Попасть в сказку стало еще проще. В поселке Сорокино на базе школы номер 33 открылся музей Сивкобурка. Первыми его посетили первоклассники и дошкольники. Также экспозицию оценили их родители. При реорганизации школы очень хочется, да и это необходимо, чтобы какие-то новые веяния появлялись и для детей, и для родителей. И вот одно из новых направлений, это в нашей школе сейчас открытие музея. То есть в школе появилась и поселилась сказка. Прежде чем начать работу по созданию музея, школьные педагоги еще раз внимательно изучили литературу, посвященную нашему краю, а также лошадям и их роли в алтайской, казачьей и славянской культуре. И открыли в дверь сказку именно представители этих народностей. Затем началась экскурсия по музею. Гостям не просто рассказывали легенды, а педагоги описывали быт Древней Руси. Затем программа мероприятий продолжилась мастер-классами. Устраивали кукольный театр, лепили из пластилина и вязали из ниток лошади. Все это входит в сказкотерапию, которая лежит в основе создания музея. Как можно оказать взаимопомощь своим родственникам или своим соклассникам? Потому что в сказке очень много таких примеров, но это надо еще и применять в практике. Спасибо.